Я приветствую наших зрителей. Весье утро Карачаева-Черкесия продолжает вещание. Министерство туризма и курортов Карачаева-Черкесии в рамках года семьи, объявленного президентом Владимиром Путиным, запускает скидочные акции для многодетных семей на курортах Архыз, Домбай и Тиберда. Так, в Архызе для семей с пятью и более детьми подъем на канатных дорогах будет бесплатным. Для посетителей курорта с тремя и более детьми скидка составит 50%. В Домбай для семей с тремя и более детьми скидка на подъем составит 30%. В Тибердинский национальный парк и Оландский христианский историко-культурный музей-заповедник семьям с пятью и более детьми можно будет пройти бесплатно. А для посетителей с тремя и более детьми заплатить всего лишь пол стоимости билетов. Скидки действуют два месяца. С 1 мая по 30 июня. Люготу будут предоставлены семьям при предъявлении соответствующих документов. Паспортов и свидетельства о рождении детей. По дорогам песни фронтовой в Центре социального обслуживания населения в Черкесске провели праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Военные песни любят и знают все поколения. Они помогали преодолевать трудности и поднимали боевой дух. Как проходило мероприятие, расскажет Дарья Тендит. Годы идут, страна залечила военные раны, но песни, опаленные войной, звучат и сегодня. Тебя мне считали пусты, белоснежный поляр. От Москвы я хочу, чтобы слышала ты, как роскует мой голос живой. День Победы – самый главный и почитаемый праздник в жизни всех поколений нашей страны. Хоровой коллектив «Гармония» Всероссийского общества слепых подготовили праздничную программу «Концерт по дорогам песни фронтовой». Концерт, который подготовлен непосредственно нашими получателями услуг и, конечно же, художественный руководитель самодеятельности Иванченко Алексей Владимирович, который помогал составить программу, вместе готовились с пожилыми людьми. Зал наполнялся мелодиями и эмоциями, переносят зрителей в военные годы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Царила праздничная атмосфера. Работники Национальной библиотеки имени Байрамуковой подготовили книжную выставку «Во имя Победы». На протяжении мероприятия участники дружно беседовали, вспоминая те тяжелые военные годы, и подпевали всем знакомые и любимые песни. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если бы не было войны, мой милый, если бы не было войны. Дарья Тендит, Алий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на Ногайском языке». Я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи. В заключении расскажу, какая будет погода. По Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, ночью в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. В горах местами 0, минус 2. А днём плюс 13, плюс 16. В горах плюс 5, плюс 10 градусов. В Черкесии облачно, с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днём плюс 14, плюс 16 градусов. Весна. Гормоны в расцвете. Анализы на гормоны в гемотест. Проверка щитовидной железы. Обмена веществ мужского и женского здоровья. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем, в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Меня зовут Чубенко Максим Фёдорович. Я врач-анестезиолог-олголог. В клинике мы занимаемся лечением хронической и острой боли. Боль требует комплексного лечения. Мы знаем, как вам помочь. Не терпите боль. Приходите. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Ставрополь. Карла Маркса 4. Это ты в 7 лет стащил кортик у деда. Это тебе мужики со двора говорили. Боец? Это ты никогда не боялся драки. Это с тобой. Ей везде спокойно. Это на тебя. Друзья всегда могут положиться. Это ты не можешь остаться в стороне. Это ты. И здесь ты. Среди своих. Дорога.